Всем привет, друзья, с вами Варчик. С последних видосиков очень много людей подписалось. Рад, что вам понравились видосики, обучающие. Но иногда бывают вот такие видео, как это, в котором я с вами поговорю про то, что нас ждет в будущем в картошке. Был там VG-фест, развлекательное мероприятие для танкистов, на котором разработчики давали кое-какие ответы. Называлось это все «Взгляд в будущее». Очень было много там всяких пунктов, что нас ждет в будущем, но почти ничего интересного в этом не было. Поэтому в этом видео я вам расскажу только то, что касается игры. Если вы хотите подробно прочитать всю новость, можете прочитать ее в группе ВКонтакте, потому что большая часть там просто бред ни о чем. Итак, самое главное, на мой взгляд, что нас ждет, и очень скоро оно уже будет в игре, это Anonymizer. Очень интересно такое слово, что же оно будет делать. У нас в игре очень скоро, по словам разработчиков, появится новая функция. В настройках просто галочку можно будет тыкнуть, и эта функция будет уже включена. По факту ваш аккаунт станет анонимный. Как он будет работать? Во время боя ваш ник поменяется на какой-то рандомный другой ник. Просто от балды какой-то там ник с циферкой, без циферки. Он будет нормальным, адекватным каким-то словом. Просто обычный какой-то ник, но не ваш. И статистику XVM показывать не будет вашу. Все это на время боя. Если вы в бою создали какой-то быстрый взвод, приняли приглашение во время боя, либо кому-то кинули и он принял, ваш ник все равно останется анонимным. А вот после боя, если открыть вашу статистику, то будет ваш нормальный ник. Самое главное, что во время боя не будет показываться в XVM ваша статистика, если верить этой новости. Для меня это самое главное, чтобы как можно меньше XVM влиял на бои и портил их. Возможно адекватные игроки вернутся в игру и бои станут более адекватными, а возможно и бои станут более долбанутыми, хотя уже казалось бы куда хуже. Я надеюсь, что эта функция очень хорошо повлияет на рандом и он станет немножечко адекватней. И слабые и сильные игроки смогут с легкостью включить эту функцию, для того, чтобы их никто не задрачил во время боя и дал просто спокойно поиграть в игру. Многие, наверное, замечали, что во время боя, если у кого-то включен чатик, там можно очень много чего интересного почитать не только про статистов, но и про слабых игроков. Все это очень сильно отвлекает от игры, как и того, кто это пишет, все эти гадости, как и отвлекает всех, у кого чатик включен. Чем меньше люди на это будут отвлекаться, тем бои будут, на мой взгляд, лучше. И пусть этот XVM идет в пень со всеми своими функциями. От показа статистики до показа процента на победу и всеми остальными конченными этими функциями, на мой взгляд, это самый конченый мод, который больше всего портит игру. По словам разработчиков, это будет совсем скоро, и это очень хорошо. Следующее, о чем рассказали разработчики, не очень радостное. Разработчики не могут закрыть клиент от модов, поскольку это повлияет на оптимизацию, и FPS просядет на 20-30%. Это довольно-таки большая потеря оптимизации, и это очень плохо. Во многих играх античит и все, что с ним связано, очень сильно просаживает FPS. Так вот, и закрытие клиента в картошке от модов тоже самое будет делать, поэтому разработчики пока что этого не хотят делать. Ну, пока что играем с модами. Хотя, честно говоря, качать моды уже лень, поскольку микропатчи выходят 20 раз в день, и каждый раз качать новый модпак мне уже просто надоело. Также в игре появятся танки с двумя орудиями. Механика довольно-таки интересная, но она, как обычно, в рандом добавит немножко хаоса, в котором и так его сильно много. Выглядит, конечно, все это довольно-таки интересно. Танк может стрелять с двух пушек с небольшой задержкой. Выглядит это довольно-таки интересно. Либо может стрелять каждой пушкой по очереди. В принципе, вроде бы, если посмотреть видосик от картошки, все выглядит интересно. Но в рандоме и без того проблем целая куча, и добавлять туда еще одну механику, не разобравшись толком с прошлыми, такая себе затея. По словам разработчиков, они сначала протестируют, а потом поймут, нужно это в рандоме или нет. Уверен на 1000%, что они это добавят в игру, несмотря ни на что. Какой бы результат ни получился, механика уже готовая, скоро добавят все это в релиз, и будут кататься у нас двустволки по рандому. И сиди гадай, что в тебя сейчас прилетит один снаряд? Один снаряд по очереди? Или сразу два? Ну и я представляю, как слабые танкисты будут кататься на этих двустволках. Буду пилить еще и на эту тему гайдики. Я уверен, что танкисты не разберутся. Также еще в течение двух недель на песочнице будет тестироваться изменение фугасов, которые, по словам разработчиков, будут наносить урон более ожидаемо. Посмотрим, что они там понаделали. Надеюсь, они их не апнули. Вот такие вот новости, которые касаются самой игры, именно боя. И есть еще одна новость, которая не касается боев и самого геймплея. Это награда старичков World of Tanks, которая будет месяц через два. Выглядит она вот таким вот образом. Насколько понятно из картинки, это будет какой-то танк. Ну, а остальные новости, там просто какая-то бредятина ни о чем, которая игры особо-то и не касается. Еще бы прицел исправили балансировщик, карты и добавили бы новых карт. Я бы даже сказал, что World of Tanks офигенная игра. С вами был Варчик. Играйте красиво. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok